Губернатор Дмитрий Азаров побывал с рабочим визитом в Тольятти. Программа была обширной. Напомним, сейчас в Тольятти идет реконструкция и строительство крупных объектов. Это возведение трехуровневой развязки на трассе М-5, который постепенно выходит на финишную прямую. А также строительство дороги Тольятти-Ягодная. Это магистраль. Обеспечит транспортную связь особой экономической зоны и автоваза с мостом через Волгу. Глава региона уделила внимание и другим вопросам. Все подробности в материалах моих коллег. Шаг за шагом строительство развязки на трассе М-5 в районе Жигулевского моря подходит к завершению. До готовности объекта еще несколько месяцев подрядчикам предстоит укрепить конструкцию и наложить асфальтобетонное покрытие. На строительстве развязки побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он пообщался с подрядчиками, поинтересовался ходом работ и еще раз напомнил о соблюдении сроков сдачи объекта. Эта развязка важна не только для Тольятти и Самарской области, но и для всей страны. По трассе М-5 идет основной поток грузовиков, интенсивность движения сверхвысокая. Объект должны были сдать еще в прошлом году, однако сроки строительства затянулись из-за сложностей переноса высоковольтных линий. Вопрос сдвинулся с мертвой точки после визита Дмитрия Азарова на объект в октябре прошлого года. Тогда глава региона подверг жесткой критике организации, которые не могли договориться между собой. А в итоге процесс строительства стоял на месте. Сейчас вопрос по большей части решен. Построены две новые лэб. Измененный проект проходит экспертизу. Вопросы отключения, переключения линии электропередач, вопросы синхронизации ремонтных работ, которые традиционно в преддверии зимнего сезона проводят энергетики. Это все вопросы очень сложного взаимодействия крупных организаций. Понимаю прекрасно, что люди уже устали ждать. Понимаю прекрасно, что в связи с высокими температурами особенно тяжело людям сегодня стоять в пробках. Ситуация осложняется, конечно, и узким горлышком трассы М5 на Джигулевской плотине. Мы предварительно пока завершение работ по бетонированию 15 августа, то, что называют подрядчики. И в сентябре полное окончание работы. Сейчас на развязке идет бетонирование проезжей части, на которую затем наложат асфальт. Параллельно продолжаются работы по переносу высоковольтных линий. Объект в пятницу получил завершение по монтажу балки. Идет бетонирование пролетной конструкции. Осталось нам произвести 8 захваток. Действительно, это целый комплекс работ, целый комплекс согласований. Задача есть, будем выполнять. Подробно сроки завершения работ, переноса коммуникаций, регулировки транспортных потоков и получения технической документации будут разбираться на совещании, которое Дмитрий Азаров планирует провести во вторник. В Тольятти сейчас проводятся ремонтные работы на 11 из 16 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первым объектом, где работы планируют завершить уже в июле, станет улица Победы на участке от улицы Мира до бульвара «50 лет октября» в Центральном районе. Эта магистраль вошла в перечень объектов проекта улицы Победы, который приурочен к 75-летию Великой Победы. Качество работы оценил губернатор Дмитрий Азаров. Он спросил строителей о результатах лабораторных исследований, все ли соответствует нормативным требованиям и условиям контракта. Результат положительный, замечаний не выявлено. Все работы подрядчик планирует завершить уже к концу следующей недели, опережая график на 2,5 месяца. Далее Дмитрий Азаров проверил, как строится автомагистраль Тольятти-Ягодная. Работы на этом участке ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект стратегический как для Тольятти, так и для всей Самарской области. Глава региона отметил, что главный импульс строительства дороги Тольятти-Ягодная с четырехполосным движением дали люди. Это жители Тольятти и Ставропольского района. Эта дорога очень важна и для развития особой экономической зоны. Крайне важный объект, важный для жителей, важный для особой экономической зоны, важный для реализации важнейшего инвестиционного проекта. Целая цепочка этих инвестпроектов как раз здесь, в особой экономической зоне, реализуется. Потому что крупный проект Магнитогорского комбината создает необходимость реализации другого инвестпроекта строительства железнодорожной ветки в особую экономическую зону. Что в свою очередь привлекает новый проект крупнотоннажного производства керамогранита. По плану этот дорожный переход должен быть завершен в октябре. После этого можно будет начинать строительство железнодорожной ветки. А в 2021 году срок сдачи всей трассы Тольятти-Ягодная. Юрий Сколов, Михаил Цуркин, программа «Обозреватель».